Середина июня не самая горячая пора для сотрудников контрольно-пропускного пункта ПСУ. Тем не менее, в сравнении с прошлым годом, туристический поток на границе заметно плотнее. У пешеходных пунктов пропуска время от времени образуются очереди, но все же не настолько большие, чтобы испортить отдыхающим настроение. Мы куда-то там парни, народу было мало. Ладно, мы спрашивали буквально за 5 сентября. Мы можем изменить помощник, проверять без кварталов, так это градство. На меня смотрели раз в 5, вот так. Я еду, я еду. Все отлично, все быстро. Довольны работой? Какие-то, может быть, пожелания есть? Нет, все в порядке, все отлично. Не знаю, как бы мы первый раз, хотя мы и сочинцы, но не знаю, как бы нормально. Говорят, просто раньше паспорта как бы не так часто, сейчас вроде как более так, видимо, тщательно, как бы это нормально. А так, ну не знаю, пока все нас устраивает. После серии положительных отзывов закралась мысль, что позитив туристов продиктован предвкушением предстоящего отдыха, и, возможно, гости, покидающие республику, будут отзываться о работе таможни иначе. Но нет, за небольшим исключением, работой сотрудников КПП ПСО были также довольны все опрошенные. В принципе, в принципе, все хорошо. Каких-то пожеланий? Да нет, наверное, все отлично. Сейчас вот обратно выйдем, не знаю, с вином выпустят или нет, а так все замечательно. Задерживать не задерживали, все в соответствии, стандартам, все какие необходимы документы, все предоставляли без проблем, не задерживали нигде. Спасибо за оперативность. У нас были проблемы, мы нас на российской границе не хотели пропускать. Очень-очень, полчаса мы стояли с поезда, уставшие, что создание не потеряло. Но очень пристальный контроль, проверка именно, кто с детьми. Да, это моя дочь, нам не верили, мы думали, что мы сестры. И поэтому нас не хотели пропускать. То есть, если отдыхающие с Россией едут, пожалуйста, обязательно свидетельство о рождении для детей, у которых есть паспорт. Автомобильная очередь на границе часто становится предметом возмущения как у жителей Абхазии, так и у гостей республики. Не мудрено, ведь досмотры автомобиля занимают больше времени, чем проверка одного паспорта. Соответственно, очередь движется гораздо медленнее, чем в пешеходной зоне. Тем не менее, и здесь отзывы туристов довольно позитивные. Прошли быстро достаточно, но, единственное, автотранспорт, можно, конечно, расширить границы с российской стороны. Пока что все нормально. Видимо, да, людей еще не сильно много. Пока нормально проходим границы. Наверное, объективнее всего работу пограничной службы может оценить только тот, кто несколько раз в день пересекает границу в обоих направлениях и в разное время суток. Сотрудники экскурсионных бюро поделились своим мнением о том, как можно улучшить работу таможни, чтобы облегчить жизнь экскурсоводов и сделать впечатления туристов о поездке в Абхазию более приятными. На Абхазской стороне у нас все идеально, можно сказать, даже шикарно, никаких задержек у нас нет. Единственное, хотелось, чтобы на российской стороне тоже чуть-чуть было оперативнее, но в последнее время и так надо сказать, что они максимально ускорились, за что мы им тоже признательны и благодарны. Единственное, вечером наши автобусы попадают в общую очередь с легковыми машинами. Как-то вот надо вот этот момент урегулировать, чтобы автобусы проходили независимо от легкового транспорта, который задерживает прохождение экскурсионных автобусов. Претензий к таможне нет, но российская таможенность издает много препятствий, особенно на выезде. Сумки проверяют, паспорт на контроль проходим долго, но если говорить о том, какой у нас переезд вечером, вечером мы задерживаемся на мосту тоже, мы попадаем в общую очередь транспорта, это тоже издает большие препятствия. Работают ребята, молодцы, стараются как можно быстрее, чтобы не задерживать поток туристов. Быстро все проходят, чтобы все посмотрели, все увидели, молодцы действительно ребята, стараются сразу видно. И так все грамотно, все четко, пропускная способность хорошая, все нормально. Судя по отзывам респондентов, общее впечатление гостей республики от прохождения российско-абхазской границы скорее положительное, чем отрицательное. Изменится ли настроение туристов к августу, когда наступит пик сезона, покажет время. Надежда Боровикова, Сырикла Гуха, Абаза ТВ.